Привет, Яночка. Очень рада тебя видеть. Трудно не заметить твое интересное положение. На каком же месяце? Я на седьмом уже. А кого мы ожидаем? Мальчика или девушка? И ходим вместе вот к вам в гости. А это прекрасно. Я уже начинаю развивать. Нечего сидеть дома, как я говорю девочкам, плакать и кушать ведрами всякие сладости. А я вот с четвертого уже презентация была на четвертом месяце. Танцевала, плясала. Поэтому все это возможно и не нужно никого слушать. Если ты чувствуешь себя хорошо, то можно заниматься всем, чем вот годом. Вот ты презентовала ассульную программу, была на четвертом месяце. Как ты говоришь, Тимуш не запрещает вообще заниматься во время такого дела? Конечно, для меня это было немножечко опасно, потому что тут такое дело. Я полагалась на свой организм. Я сказала, если у меня ребенок сильный, значит все будет окей. Потому что тренировок было очень много. Ты закаляешь сразу уже. А мальчик-девочка кто будет? А я не скажу. А мы же эксклюзивы собираемся. Вот чего надо. Мы же эксклюзивы. Скажи, пожалуйста. А вот потом и скажу. Тогда я спрошу супруга твоего. После студии. Будем вместе потом приходить. Ну, в общем, сольная карьера у тебя началась. Ты вообще не жалеешь, что ты из группы ушла? Да вы что? Как можно жалеть? Я наоборот. Я только попала туда случайно. И я уже хотела оттуда быстренько уйти. Ага. Я думала, что наоборот. Там это все твое. И как-то оно так гармонично. Совершенно не мое. До группы. У меня была, собственно, такая группа Iron Pills, где мы писали диско 80-е. И совершенно другую музыку я пишу, слушаю, пою. Iron Pills. Это железные таблетки. Таблетки. Интересно. Скажи, пожалуйста, а супруг помогает в становлении твоего творчества, твоей карьеры советом, либо деньгами? Я не знаю. Как ты продвигаешься? Он участвует? Знаете, насколько человек такой, я закрытый и нежный. Очень во мне много женственности все-таки. И все мне раньше говорили, что вот в шоу-бизнесе нужно быть... Жесткой. Да. Да, именно. Можно так пикать. Этой девушкой. Но я не верила. И я понимала, что мне нужен человек, конечно, который меня будет поддерживать и помогать, и понимать. И прежде всего не запрещать мне петь. И слава богу, что я встретила своего мужа, которому нравятся мои занятия. И он меня поддерживает во всем. И он участвует во всем. Он мне подсказывает. Поэтому это для меня супер-пупер. Скажи, вот ты участвовала в турецком голосе, да, презентовала нашу страну. Но в финале ты почему-то отказалась, да, я так понимаю, принимать дальнейшее участие. А что? Чисто случайно я туда попала. Я вообще не ожидала, если честно. Это для меня было новость. Ты спроси, зачем вообще ты попала? Вот, я не думала, не думала участвовать ни в Турции, ни в Украине даже. Но наш друг, свидетель, турецкий друг моего мужа, и, в общем, он сказал, что, Яна, это самый крутой у нас проект, ты обязана попробовать. Он услышал, как я пою народные песни, еще у меня такой запас, багаж есть. Я преподаватель народного и эстрадного вокала. И, в общем, он когда услышал, он говорит, ты обязана показать Турции, что такое украинские народные песни. Ну и, в общем, вот я туда попала, и я сказала себе, я буду петь либо турецкие, либо украинские народные. А это формат, там формат какой-то другой был? Нет, мне хотели, конечно, втюхать там все американские эти все. Ну, либо Beyoncé. Ну вот. Тебя же часто сравнивают. Ну вот, там тоже сравнивали, да, 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 все сравнивали украинская Beyoncé такая у нас в Турции, там все об этом говорили. Но я пела народные автентические песни, фольклорные и турецкие. И вы поверьте, из украинских все были в шоке. Так хочется пару строк, Яночка, ну хотя бы пару-пару строчек вот с турецкого напои. С турецкого? Да, не вспомнишь сейчас? Давай на Украину. Давай народное что-нибудь, чтобы мы услышали, что твой волшебный голос. Так что ты все взорвешься. Не взорвешь, мы потихо. А мы не тихо, нежно. Да, нет, это же автентика. Ой, как ты умеешь. Это фольклор, понимаете, это народное. С чем я пришла в Турцию, это Вербовая дочечка, всем известная песня. Да? Да. Ну, там пару строк, так вот выбери самый классный момент. Ну, только отклоняйтесь сразу. Хорошо. Вербовая дочечка, дочечка, пони ходить на стечка, на стечка. Очень красиво. Не хочется отклоняться, хочется, наоборот, поближе подвести. Яна, ты счастливая женщина, хочу я тебе сказать. Это просто, ну, это невероятно, я считаю. Быть будущей матерью, заниматься прекрасным творчеством, петь таким голосищем. Иметь супруга любящего. Супруга любящего, это однозначно. В общем, Яночка, я считаю, что сейчас, на данный период времени, я не буду говорить о прошлом, я не буду говорить о будущем. Сейчас ты счастливая женщина. Именно гимн счастливой женщины мы сейчас посмотрим. У нас была в гостях Яна Соломко. Любим тебя. Спасибо. Я рада с тобой. Я не знаю, самого-самого лучшего. Спасибо вам. Такой шепетный человек. Спасибо вам большое. Смотрим.